199 по линии безопасности дорожного движения. Это меньше, чем в прошлом году в целом. Но есть определенные объективные причины, почему меньше. То есть наши усилия меньше не стали. Может быть, поменьше, как говорится, людей, кто вышел на улицу, чтобы совершать эти правонарушения. К сожалению, с начала года отмечается осложнение обстановки, связанной с дорожно-транспортными происшествиями. Их у нас как будто бы поменьше совершено, чем в прошлом году. В этом шесть дорожно-транспортных происшествий. В прошлом их было семь. Но отягчено тем, что в одном из ДТП пострадали ребятишки. То есть четверо из них обратились в больницу. Достаточно серьезный ДТП. Поэтому констатируем тот факт, что есть определенные осложнения дорожной обстановки. При этом отмечаю, что 199, в прошлом было 176. То есть водителей выявлено, которые нарушили правила дорожного движения. Здесь особое внимание мы не акцентируем на выявлении количественного, то есть количество административных правонарушений. Мы акцентируем внимание своих сотрудников на выявлении и пресечении административных правонарушений, как мы их называем, аварийно опасных. Это в первую очередь управление транспортным средством в состоянии опьянения. Вот таких было выявлено пять водителей, которые, к сожалению, сели за руль в состоянии опьянения. Как всегда мы говорим о том, что сел за руль пьяным, это преступник. Однозначно преступник. Кроме того, двое было выявлено водителей, которые управляли транспортными средствами, будучи лишенными права управления. То есть сели, безусловно, с нарушением за руль. Обратили мы внимание на перевозку детей. Таких было пять выявлено нарушений. Ну и выезд на полосу встречного движения. То есть вот это все мы относим к категории аварийно опасных нарушений.